Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Главные темы дня. Курский политик и турецкий юрист спорят о армянских территориях Западной Армении, оккупированных Турцией. Действия Баку свидетельствуют о скоординированных шагах, направленных против армянского культурного наследия, ставящие под угрозу армянские и мировые культурные ценности. Сыны Западной Армении Сергей Параджанов. Северский пакт – путь к восстановлению справедливости и восстановлению прав армян. На озере Ван обнаружен микробиолит. С какими проблемами сталкиваются фермеры Ахал-Калаки в период сбора урожая? Турция начала археологические исследования в скальных равнице Ардагана без разрешения правительства Западной Армении. Курский политик и бывший депутат Алтантан поспорили с юристом отдела катастро-архива Турецкой Республики о вшином Хаттипоглу, о армянских территориях Западной Армении, оккупированных Турцией. Отметив, половина этих территорий была отнята у армян и передана курдам. Этого никто не может отрицать. Все села, опустевшие на территориях Битли из Бингель, Бан, Диарбекир, Агрим, Муш и Урфа – армянские. Все эти территории были захвачены и переданы курдам, их было выдано свидетельство о собственности. Даже территория аэропорта Диарбекира принадлежит армянам и по этому вопросу есть судебное решение. После резни в Хамиде и депортации армян турками у армян были отняты их земли и переданы курдам. Эти земли не ваши. Этот спор еще раз доказывает, что даже турки, осознающие факт осуществления ими геноцида против армян, должны признать, что эти территории принадлежат армянскому народу. Сеть по защите прав насильственно перемещенных граждан из Арцаха осуждает продолжающееся уничтожение и вандализм культурного наследия Арцаха со стороны Азербайджана. С момента прекращения огня в 2020 году под контроль Баку перешло 1456 армянских исторических и культурных памятников, многие из которых были значительно повреждены или уничтожены. Яркими примерами этому являются разрушение церкви Казанчицос в Шуши и церковь Канаджам, также исчезновение моста Худаферин и кладбище Джуки. Международное гуманитарное право защищает памятники культуры во время вооруженных конфликтов. Уничтожение культурного наследия считается военным преступлением. Несмотря на призывы международных организаций, Азербайджан продолжает стирать армянский культурный след в Арцахе. Организация призывает к немедленному вмешательству и предотвращению этого процесса, обеспечивая сохранение культурного наследия Арцаха. Заявление было принято 20 сентября 2024 года Советом по управлению сети, основанной в марте 2024 года с целью усиления защиты прав насильственно перемещенных граждан. Сыны Западной Армении Сергей Параджанов. В храме кинематографа есть образы, свет и реальность. Сергей Параджанов был мастером этого храма, Жан-Люк Готар. Сергей Параджанов – один из самых знаменитых режиссеров в истории мирового кинематографа. Его интерес к эзотерике и преданность искусству сформировали живописную образность в его фильмах, принесшую Параджанову мировую славу. Сергей Параджанов родился в армянской семье, жившей в Тифлисе. Параджанов был настоящим художником, и его потребность в самовыражении не ограничилась экраном. Он открыто противостоял советским властям и регулярно критиковал существовавший режим. Из-за своего упрямства и несговорчивости Параджанов постоянно подвергался цензуре, и многие из представленных им сценариев были отвергнуты по политическим причинам. Главной работой Параджанова стал фильм «Цвет граната», воссоздавший биографию армянского барда «Стоят новые». Он стал одновременно и венцом его творений, и фильмом, изменившим его жизнь. Фильм был наполнен видами самобытной Армении. Выбранные образы были выражением националистических настроений Параджанова. Спустя несколько лет Параджанов был арестован, обвинен в длинном перечне преступлений и отправлен на четыре года в лагерь. После освобождения Параджанов несколько лет жил в нищете. Лишь воссоединившись со старыми друзьями, он смог вновь начать работать. До конца жизни Параджанов успел выпустить еще два фильма «Легенду о Сурамской крепости» и «Ашикериб». Северский пакт, подписанный в 1920 году, важный этап в национальной и политической борьбе армянского народа. Он впервые придал международное признание армянского вопроса и попытался урегулировать право армян на самоопределение на территории Османской империи. Премьер-министр Турции Дамат Ферид Паша, участвуя в Парижской мирной конференции, признал, что его правительство совершало преступления против армян. Его признание важно, так как подчеркивает бесчеловечные действия руководства Османской империи. Паша признал, что турки совершали резню и разрушение на подконтрольном им территории, оказав влияние на международное сообщество. Тем не менее, несмотря на это признание, Лозанский договор 1923 года заменил Северский пакт, который не состоялся из-за согласия великих держав, в частности Англии, Франции и Советской России. Невыполнение Северского пакта способствовало восстановлению Османской империи в последствии Турецкой республики, которая продолжала свою политику против армянского населения до наших дней. Лозанский договор 1923 года, как и другие договоры, так и не смогли заменить Северский пакт. Применение Северского пакта к французскому и британскому мандатам способствовало восстановлению Турецкой республики, которая по сей день продолжает свою политику против армянского населения. Президент общественного объединения Верхнее море Адылджеваза Джумали Бирол и дайверы отметили, что они зарегистрировали самый длинный микробиолит из увиденных в озере Ван. Добавив, на берегах Адылджеваза мы столкнулись с микробиолитом длиной около 34 метров 6 сантиметров. Озеро Ван площадью 3712 квадратных километров считается крупнейшим озером Западной Армении. Здесь продолжаются новые открытия микробиолитов. Микробиолиты, обнаруженные во время спортивного дайвинга, прольют свет на бассейн озера Ван. Во время сбора урожая картофеля в муниципалитете Алхакалаки фермеры сталкиваются с рядом проблем. Нехватка рабочей силы, неблагоприятные погодные условия и трудности с реализацией урожая. Нехватка рабочей силы вынуждает фермеров платить более высокую сумму, чтобы вовремя собрать урожай. Помимо этого, импортируемый из соседних стран картофель снижает цены на местную продукцию, в результате чего фермеры не могут реализовать картофель по выгодным ценам. Министерство культуры и туризма Турции без разрешения правительства Западной Армении запустило в районе Ардагана программу археологические поверхностные исследования, целью которой якобы является детальное документирование пещер и скальных гробниц. Однако гробницы историческими и культурными корнями принадлежат Западной Армении. Крестовидные пещеры свидетельствуют, что они использовались армянами в религиозных целях. Высокие взаимосвязанные пещерные комплексы подтверждают, что искусство наскальной резьбы и строительство в средневековом Ардагане достигло своего высшего развития благодаря армянским мастерам. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok